Доброго времени суток. Микрофон Данил Добро. Вы на канале Быстрый ПК. В этом видео мы рассмотрим китайский планшет с 10-ядерным процессором от Mediatek X20. Данный процессор поддерживает 4G и в целом он все еще актуален. Соответственно, давайте рассмотрим. На данном планшете стоит 8-й Android и мы посмотрим, что же данный планшет умеет, что он может и насколько он хорош в производительности. Скажем так, процессор немножко уже подустарел, он 2016 года, на момент съемки 2021 год. Соответственно, мы его будем сравнивать с Qualcomm Snapdragon 801. Причем замечу, что Mediatek X20 это среднебюджетный процессор, а Qualcomm Snapdragon 801, с которым я буду чуть позже сравнивать, он вышел немножко пораньше и он является флагмановским решением. То есть его вставили в самые дорогие смартфоны. Мы попробуем запустить несколько игр и, скажем так, использовать данный планшет именно для игр явно не наш вариант. Потому что даже асфальт на нем почему-то не запустился, хотя он был скачан из Google Play Маркета. Но Google Play Маркет же плохого не посоветует. Но почему-то эта игра не запустилась, что бы я ни делал с этим планшетом. Но зато игры попроще, все пошли, в общем, без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok И теперь мы запустим тест. Почему-то в тестах он выдает максимум 50 FPS. Хотя, в общем-то, у него экран, по-моему, 50 Гц. То есть, в целом, он выдает именно максимальное количество кадров, которые можно вывести на данный экран, что в целом неплохо. Скорее всего, проблемы связаны с тем, что тут стоит не самая лучшая прошивка. Если учить, что Android 8 это уже 2018 год, а процессор 2016 года, то ожидать, что современные игры на нем будут хорошо идти, ну, не стоит. Но в целом, вполне хорошая производительность для такого среднебюджетного процессора. Из недостатков, наверное, у данного планшета можно отметить то, что не грузятся какие-то современные игрушки. Но он не греется, ничего не перегревается. Ну, а если мы посмотрим в интернете и сравним данные процессоры, вот, можете посмотреть снимки экрана, который я сделал, все подчеркнул. В этом планшете стоит, еще раз повторюсь, Mediatek X20. Вот я их посравнил, и Mediatek оказался даже немножко лучше, чем Qualcomm Snapdragon 801. И это действительно так. Но почему-то на наших тестах он получился примерно наравне с этим процессором. То есть нету сильного какого-то перевеса в производительности графического при отрисовке кадров. Планшет, вот, я сейчас открою в AIDA64. Мы посмотрим и камеры, вы можете посмотреть. И также, например, какой тот экран стоит. Все это мы сейчас немножко просмотрим. Это тех, тем уже, кому это интересно. Но в целом ничего такого выдающегося у данного планшета, на мой взгляд, нет. Конечно, если учесть, что тут еще стоит 6 гигабайтов оперативной памяти и 120 гигабайтов постоянной, то в целом на этом планшете можно хранить достаточно много всяких файлов, фотографий и просматривать их. Достаточно хороший планшет даже сейчас, в 2021 году. А на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.